Вечером уснуть не могу, а ночью просыпаюсь и плачу. Представляете, вот все, ну не то чтобы моими руками, но по моему, не знаю, вкусу. Галина Хачатурян приходит сюда практически каждый день. С момента создания галереи она была здесь директором. Для посетителей эти залы закрыты с июля 2015-го. Тогда же распустили всех сотрудников, 11 человек. Основатель галереи Кармин, коллекционер, меценат Сергей Хачатурян ушел из жизни 3 года назад. Без его заинтересованности, без его финансовых вложений существовать оказалось невозможным. Может быть настолько Денису Сергеевичу и не надо, как Сергею Грантовичу. Сейчас тяжелая ситуация. Естественно, те деньги, которые шли на галерею, а это не менее 200 тысяч ежемесячно. Он может заплатить на своем заводе рабочим зарплату. На самом деле, вот такие частные музеи содержат только подвижники. Это люди, которые понимают, что никакого дохода они не получат никогда. Ну потому что всем ведь известно, что вкладывать искусство – это все равно, что вкладывать черную дыру. Говорят, что наследники Сергея Хачатуряна выставочное пространство пытались сохранить хотя бы часть. Галерея вместе с подсобными помещениями занимала 1200 квадратных метров. Первый этаж планировали сдать в аренду, но желающих не нашлось. Теперь встал вопрос сохранности богатейшей коллекции живописного искусства. Картины алтайских художников Сергей Хачатурян собирал долгие годы. Судьба почти тысячи экспонатов может решиться за пару месяцев. Галина Грантовна Хачатурян, директор коллекции, она уже поделилась с нами частью материалов, которые касаются жизни творчества, жизни деятельности, благотворительной деятельности Сергея Грантовича Хачатуряна. То есть в нашем музее сейчас формируется персональный фонд, это замечательный человек. По словам Галины Хачатурян, большую часть коллекции, живописные, графические работы намерены подарить государству, а именно художественному музею края. Пару недель назад по этому поводу написали письмо губернатору, ждут ответа. Что будет в здании на Толстого, 16, пока никто не знает, даже семья Хачатуряна. Когда-то здесь был магазин одежды, мебели, аптека, столовая и целых 10 лет картинная галерея «Кармин». Мне вот, допустим, лично не хватает этого пространства, потому что люди, приезжая из Москвы, приезжая из Питера, вот у них была точка соединения, да, они шли не в музей, они шли почему-то именно в галерею Хачатурян. Потому что там, во-первых, музыкальные вечера происходили очень интересные. То есть там все компоненты, всех видов искусств, по сути, происходило. Люди города сейчас, прохожу где-то, встречаются, когда вы откроетесь. Почему закрыта картинная галерея? Это просто больно и обидно.